Так, ну что, поговорим, чем честный знак отличается от нечестного. Возможно, вы с такими даже сталкивались и пытались найти, когда хотели промаркировать одежду для продажи на маркетплейсах. Ну, почему нечестные? Ну, во-первых, что нету ГТДшек, товар был закуплен на Люблино или на садоводе. Ну, то есть, каким-то образом пытаемся продавать контрафакт. Ну, действительно, давайте посмотрим правде в глаза. Если мы обратим внимание на статистику, то мы увидим, что в категории для женщин, а это исключительно одежда, 171 тысяча продавцов, у которых объем продаж до миллиона рублей. А это означает, что при таких объемах ввозить официально товар, например, из того же Китая или из стран ближнего зарубежья, ну, в принципе, невыгодно, потому что закладывать туда все вот эти пошлины, НДСы, еще кому-то надо заплатить различным консультантам и таможенным брокерам, ну, просто уже штанов не удержишь и никакой маржинальности не останется, потому что объем вот такой маленький, если только, конечно, не организовывать сборные контейнерные перевозки. Об этом мы поговорим чуть позже. Ну, вот, в общем, и получается, что приходится, да, тестировать нишу, рисковать, продавая контрафакт, а здесь, между прочим, ответственность уголовка. Да, ладно, я думаю, вы и без меня уже знаете все вот эти вот штрафы и какие риски. И я думаю, что вы смирились и на них уже осознанно пошли. Хотя, с другой стороны, если мы почитаем эти объявления на Авито более подробно, то мы увидим, что там нам говорят, что дадут какой-то договор и что это, в принципе, все безопасно. Но посудите сами. Если есть договор, но нету никакой оплаты, то для налоговой это уже подозрение. Вся вот эта система, она максимально прозрачна. Если вы думаете, что какая-то писюлька, вот эта вот бумажка вас спасет, я вас умоляю, не будьте такими наивными. Товар, например, из Китая, уже нельзя будет ввести в Россию без маркировки честный знак. То есть, по факту, когда он на границе, да, в России подъезжает, сотрудники таможенной службы начинают проверять товар, смотрят, есть ли там честный знак, могут выборочно его просканировать, понять, ага, от кого он приехал, кто производитель. А если нету честных знаков, то этот груз просто застревает на этой таможне. И тогда вы либо сами едете его маркировать, либо вы нанимаете специалиста, который это все дело за вас организует. Вся уже информация должна быть вот в этой базе. Если вы не успеете подгрузить всю информацию в базу, да, или ошибетесь, то ваш товар, опять же, застрянет на границе. И остатки, которые сейчас на маркетплейсах, в том числе много-много одежды, уже с 1 июля продавать без честного знака нельзя. Скорее всего, у вас тоже есть остатки, проверьте и посмотрите, да. Если их там много, то либо делать огромную распродажу, возможно, даже к этому, например, тот же Wildberries организует какую-то суперакцию, все со скидкой 99,9%. В общем, нас впереди ждет очень много всего веселого. Если вы все-таки уже разобрались с рекламой, вы начали хорошо торговать, но все-таки не можете масштабироваться, расти, то у меня есть программа «Наставничество». Если вы хотите попасть ко мне, то под этим видео вы найдете форму, которую надо заполнить, кратко написать, как у вас обстоят дела, какие у вас основные проблемы, и мы с вами свяжемся, обсудим. Мы увидим возможности для развития, для масштабирования, и вы можете записаться ко мне в эту программу. Давайте рассмотрим, какие способы сейчас работают. Во-первых, конечно, когда мы покупаем готовый кис, то там уже заложена вся информация. Кис, по сути, вот этот QR-кодик, это просто как ссылка, по которой, если мы наведем, то нас перебросят на страницу, где вся информация, где товар был произведен, кто там перекупил его, и так далее по списку до конечного покупателя. И если вы покупаете такой безродный товар, то, соответственно, ему надо приделать какого-то производителя. И вот эту информацию мы можем купить у каких-то импортеров, которые даже в своих объявлениях дают такие вот гарантии безопасности, говорят, что будет договор на покупку товара, но не говорят, что будут ли какие-то накладные. Понимаете? В этом самая главная суть, что если нет накладных, если нет, например, оплаты, особенно по счету, это все легко в налоговой мониторится. То есть вы продаете, вывезли, а деньги-то где? Где вы деньги-то переводили? За наличку, что ли, отдавали, да? Если особенно из Китая привезли. Какая там наличка? С чемоданчиком на самолете через границу летали. Ну, здесь уже очень много вопросов, но, как говорится, все все понимают. Следующий способ, как можно все это дело обойти, как это все обходится, это когда вы пишете, что вы сами производите свой товар. Дескать, у меня есть производство, да, но площади я никаких не арендую, договора аренды у меня нету, но я самостоятельно произвожу. Да, вот у меня есть студия маленькая, и там однокомнатная квартира, и у меня вот как бы тут на кухне станок, а в комнате у меня складируется какой-то материал. Хотя даже накладных на закупку материал у меня тоже никаких нету. И нету никаких взаимодействий с какими-либо контрагентами, потому что на самом деле я за наличку покупаю, опять же, на Люблино. Да, и поэтому это тоже фиктивная такая схема, которая очень прозрачна и открыта. И так как мы с вами смотрели, что огромное количество, да, селлеров, продавцов занимаются именно таким подходом, ну вот 171 тысяча. Конечно, какая-то доля – это российские производители. Но давайте все здраво взвесим. Вряд ли это даже 50%, да, кто в России все производит, до миллиона рублей продает. Да, это же маленькие тесты всякие разные. Если мы посмотрим вообще, кто до 100 тысяч продает, ну там будет еще меньше. И, соответственно, это все такие вот маленькие начинающие селлеры, которые пробуют, пробуют, им бы в рекламе разобраться, им бы понять, как там на разные склады свой товар разгружать. А когда они видят, что там процент выкупа 25%, ну это все, это называется опять приехали, да. Еще не разобрались, торговать не начали, а здесь уже препоны вставляют, куда только можно. Но что имеем, то имеем. Как говорится, и здесь ругать продавцов, то, что они вот такие плохие, не приходится, потому что, ну, так устроена наша вот торговая система. Когда основной товар, который приезжает, самый дешевый, он, конечно же, на этих всем известных рынках. Поэтому, что все-таки стоит делать? Я думаю, что в первую очередь заключить с кем-нибудь контрактное производство и начать хотя бы какую-то маленькую часть отшивать в России. Смотрите, если у вас там ассортимент, там три штуки все, три платья продаете, то хотя бы одно, да, или одна новинка, она может быть как раз пошита, например, где-нибудь в Подмосковье или, не знаю, развивайте регионы. Это сейчас очень популярно. И туда вкладываются различные дотации. Поэтому этим тоже можно воспользоваться. Хотя себестоимость будет на самом деле хромать, и конечный потребитель от этого вряд ли обрадуется. И, конечно, он будет смотреть в сторону тех товаров, которые продаются дешевле. Конечно же, зачем переплачивать, если, в принципе, ну, то же самое. Ну, и пускай, что контрафакт. Но это же хороший товар, правильно? Я не знаю. Вот эта вся борьба якобы с контрафактом, ну, если опять же взять статистику, давайте посмотрим, сколько жалоб на это все. Сколько каких-то несчастных случаев, когда при помощи платья, я не знаю, человек покрасился, перекрасился, позеленел, или у него какая-то аллергия появилась. Ну, в самом деле, да, вся эта ситуация, она так быстро не утрясется. Она постепенно, какие-то мы увидим, возможно, показательные такие вот штрафы, порки, увидим, что кого-то так вот хорошенько через медиа помуссировали, сказали, что ай-яй-яй, какой вот плохой. И всем селлером вот так вот пальцем погрозили. Как помните, да, самовыкупим. Была история, всем штрафы сделали, штрафы потом кто-то оспорил, кто-то смирился с этим. И потом снова прошло там полгода, снова начали все делать самовыкупы. Я, кстати, вот здесь вот видео про это дело заснял, подробно все рассказал и можете посмотреть. Да, и вот так вот мы и живем. Немного потрясли нас, потом успокоилось и снова все вот так вот продолжается. Что будет все-таки с честными знаками? Давайте посмотрим. А вы свои мысли можете написать в комментариях. Ну и, конечно, еще одна интересная история это сборные грузы. Но здесь, конечно, надо договориться, найти селлера, чтобы у вас были одни коды TNVET, да, чтобы у вас примерно был одинаковый похожий товар и вы, например, втроем, в пятером, да даже в десятером можете снять один контейнер и таким образом это будет, во-первых, дешевле, а во-вторых, это все будет уже официально и тут комар носа не поточит. Все это, конечно, дело рассчитывать, пересчитывать, но, опять же, если вы продаете там на сто, на двести тысяч, я бы, конечно, эту историю не рассматривал, потому что в любом случае это будет невыгодно. Честные знаки надо не только наклеивать, но и потом еще выводить из системы. И представьте себе ситуацию, когда вы китайцам объясняете, что вот есть, например, там 33 размер, 34, и вот сюда надо наклеить вот этот QR-кодик, а вот на этот размер, вот этот. В общем, система организации это тоже целая такая вот эпопея, которую нужно разрулить, потому что если что-то перепутается местами, на 34 размер наклеится QR-код от 35 размера, то считайте, это уже тоже определенный штраф, причем штрафует как и государство, так и сам маркетплейс, мол, вы же тут клеили, что это мы перепутали-то, мы же это принимаем, понимаете, мы потом это клиентам отправляем, и все, и вот это все, как бы, все эти честные знаки, они с одной стороны вроде бы как-то делают, ну, действительно, выводят контрафакт, но давайте честно, вот в сфере там для детей, игрушки, то, что вот как-то контактирует, не знаю, косметика, ну уж, я не знаю, одежда-то, что вам не понравилась, да, что вам одежда-то, тут вроде все и так нормально, всю жизнь мы одевали, да, вот как 90-е там прошли, там, начали привозить одежду, я еще помню, сам на картоночках на этих, встаешь, начинаешь там что-то мерить, помните все эти рынки, так это же никуда не делось, да, все оно вот так вот и продолжается, только вместо рынков сейчас все это мы меряем в ПВЗ, и по сути, да, вот кому вот там за 30, за 35, я думаю, прекрасно меня понимает, о чем речь, ничего не поменялось, как речь и как это аль через предускинг, я начинаю Laberacוח, ставить,